Анна Александровна, поздравляю вас в первую очередь с Конгрессом, потому что это всегда событие. И хотелось бы оглянуться в апрель 2015 года, когда вы были назначены, выбраны на должность, такую достаточно серьезную. Поздравляем вас с этим. Расскажите, пожалуйста, что в группе молодых кардиологов Российского кардиологического общества происходит? Спасибо большое за поздравление. Рабочая группа молодых кардиологов Российского кардиологического общества в настоящее время является динамичной, активно развивающей организацией. И на данный момент она насчитывает более 380 членов молодых кардиологов, причем это различные регионы России. Их количество неуклонно пополняется. Это радует, потому что видно, что молодежь настолько активно себя проявляет, что уже наступает буквально на пятки нашим мастерам. Мне бы хотелось сказать, что условием вступления в рабочую группу молодые кардиологи РКО является возраст до 40 лет и заполнение заявки на сайте Российского кардиологического общества, которые молодые кардиологи, причем это не только кардиологи взрослые, мы приглашаем и детских кардиологов, также терапевтов и врачей функциональной диагностики молодых, врачей сердечно-сосудистых хирургов, рентген-эндоваскулярных хирургов, заполнить заявку на сайте Российского кардиологического общества и отправить ее нашему секретарю Гарькиной Светлане Витальевне по адресу young.scardio.ru. Заявку мы обрабатываем, вносим в нашу общую базу и они становятся активными членами нашего Российского кардиологического общества и группы молодые кардиологи. Нужно ли иметь уже какую-то ученую степень? Нет, это абсолютно не обязательно, но, конечно, нам бы хотелось, чтобы все-таки наша молодая группа была уже остепененной, и в нашей группе присутствуют не только молодые кандидаты наук, но и люди, которые делают докторскую работу и имеющие докторскую степень. Что на данный момент в активе группы молодых кардиологов? Ноу-хау нашего проекта является то, что мы начинаем создавать региональные общества молодых кардиологов, потому что именно с регионов начинается активная работа. И на данный момент мы сформировали несколько региональных отделений, в частности, это Ульяновское региональное отделение. Председателем там является Ефремова Елена. Очень активное Самарское отделение, которое активно подает тезисы и на Европейские конгрессы, и на Российские конгрессы. Председателем там является Гудкова Светлана. Я хочу еще раз ее поздравить. Она в этом году стала лауреатом конкурса молодых ученых. Это очень почетная площадка для ее дальнейшего развития. Также наше Красноярское отделение, председателем которого я являюсь, с которого мы и начали, как пример для других региональных отделений. Также подали заявку у нас Ханты-Мансийский автономный округ. Даже две заявки. Председатели это Мария Франц и Кристина Кожакари. Но в силу того, что это очень широкий Ханты-Мансийский автономный округ, мы приняли заявки именно от двух наших активных членов молодых кардиологов. В рамках вот этих региональных отделений мы хотим формировать актив молодых кардиологов и врачей смежных специальностей на проведение различных школ, мастер-классов клинического и образовательного уровня в своих регионах. Хочу сказать, что в этом году именно на встрече молодых кардиологов, скорее всего, к нам присоединится Краснодарское отделение. Это очень активный доктор Намитоков Алин, который предложит свой новый интересный проект по созданию приложения для айфонов на андроиде. Ну, креатива не занимать молодым кардиологам, об этом мы часто слышим и во время этого конгресса в частности. Я смотрю, регионы, они очень активно развиваются, и вы назвали как раз те регионы, которые стали победителями в битве эрудитов, о которой все говорят, вы так мощно начали конгресс, вот такое мощное было выступление. Регионы действительно выглядят очень солидно, и как вы считаете, вот эта консолидация молодых сил лежит в основе этого успеха? Да, на мой взгляд, это да. Очень важно, что битва эрудитов прошла именно в первый день. И мы познакомились именно и с регионами, и с представителями активными этих регионов. И, конечно, наши молодые кардиологи в восторге от этого нового проекта. Это все-таки проект, который сформировала еще Анна Васильевна, концевая. Поэтому мы традиции эти продолжаем, стараемся их развивать. Я думаю, что в следующем году будет уже более активное внедрение других регионов, более жесткий отбор, и самые лучшие, конечно, будут выходить в финал. Ну, мы подходим просто логически к планам на будущее. С каких районов, с каких регионов вы начнете после конгресса? Кого вы будете подтягивать в свои ряды? Я думаю, мы не будем делать какой-то определенный выбор по регионам. В любом случае, наша база содержит очень большое количество молодых кардиологов с различных регионов. И всем им уже до конгресса был направлен запрос на создание региональных отделений, формирование списочного состава этих кардиологов и планы развития регионального общества. Тот как раз с формированием школ, мастер-классов, каких-либо мероприятий в своем регионе. То есть мы сформировали примерный план, и, соответственно, рассылаем их по молодым кардиологам активным, а они уже нам присылают свои заявки назад. Кроме того... А наиболее перспективные, на Ваш взгляд, на этот момент? Наиболее перспективные, конечно, уже примерно определяются те, которые из года в год ездят на конгрессы, которые активно участвуют в деятельности Российского кардиологического общества. Помогают РКО и на европейских конгрессах. Очень активный Самарский регион, Красноярское региональное отделение, Ульяновское, Хантамансийский автономный округ. Ну, я думаю, присоединиться на жаркий город Краснодар. Понятно. И все-таки, я думаю, я уверена, что Вы не будете останавливаться на достигнутом. И какой-то креатив еще привнесете. Да, я бы еще хотела рассказать о нашем новом проекте. Это создание рейтинга. Рейтинга региональных отделений и рейтинга молодых кардиологов. Проект этого рейтинга мы озвучивали на рабочей встрече молодых кардиологов РКО. И вывесили его на нашей страничке, на сайте Российского кардиологического общества. Соответственно, на странице молодых кардиологов. Этот проект предполагает внесение персональных достижений молодых кардиологов. Таких как присвоение ученой степени, различные публикации в журналах перечня ВАК, цитируемых в базах Скопус, ВИФ, САИНС, выступления на конференциях российского и международного уровня. Участие в российских и международных регистрах. То, что сейчас очень поддерживает наше опытное российское кардиологическое общество. И формирование индивидуального рейтинга молодого ученого будет вносить вклад в формирование рейтинга регионального общества. То есть активность членов регионального общества фактически будет влиять на рейтинг регионального отделения.